Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Недавно в эфире показали массовый приход на проект. Пришли два парня и две девушки. Одного из новичков мы уже знаем. Это Иосиф Иганесян, который пришел к Саше Черно. Он хореограф, артист театра и кино. Поэтому зрители сомневаются, а настоящее ли у него чувство к Саше. Черно тоже не может поверить, что она действительно нравится парню. Она думает, что он просто играет. Второй парень Станислав из Архангельска, ему 23, пришел к Вике Комиссаровой. Также ему нравится Лиза Триандефилиди. Теперь о девушках. Это новенькая Анастасия, Е21, она из Москвы, пришла к Роме Баранчуку. И в первый же день ее заселили с Ромой. 20-летняя Ольга из Тамбова пришла к Антону Шоки. Майя Данцова похвасталась, что у нее уже 100 тысяч подписчиков в Инстаграм. Она благодарит всех своих поклонников за поддержку. Антон Шоки и Вика Комиссарова остались на Доме 2. Они чуть было не покинули проект, потому что против Вики проголосовали на женском голосовании. Но ведущая дала им еще один шанс. А ведущую Ольгу Бузову уговорили девочки. Они рассказали ей, что Вике опасно находиться за периметром, у нее какие-то серьезные проблемы в родном городе. Мария Кахно пожаловалась своим подписчикам, что ее мало кто любит и понимает. А все дело в том, что она отличается от многих своим внутренним миром и взглядом на ситуации. Те, кто ее знают хорошо, понимают, какая она. А все остальные жестко и безосновательно проходятся по ней. Глядя, как выясняют отношения Никиты с Машей, можно подумать, что ребята неровно друг к другу дышат. От ненависти до любви один шаг. Об этом написала редакция сайта Дом 2. Видимо, это очередной сценарий организаторов. Коллектив по-прежнему настроен против Ольги Рапунцель, но девушка не унывает. Она опубликовала пост. «Я шлю вам свой воздушный поцелуй». Ведущую Дома 2 Ольгу Бузову обвинили в подражании Анастасии Костенко. Один из недавних образов сделал ее очень похожей на новую девушку бывшего мужа. Саша Харитонова открыла секрет своим подписчикам. «Дорогие мои, я стала совладелицей и лицом сети студий красоты под названием «Красное яблоко». Лиза Полыгалова, которая рассталась с Ваней Барзиковым и уехала домой в Новокузнецк, выходила в прямой эфир Инстаграм. Но на вопросы о том, что произошло, она не ответила. Лиза и Ваня отписались друг от друга в этой соцсети. Ваня удалил большую часть фотографий с Лизой. Но судя по тому, что Лиза опубликовала совместный снимок, она переживает и хочет помириться. Фанаты смеются над Гусевым и Викой Романец. Хоть они официально и расстались, и делают вид, что не собираются мириться, неоднократно уже появлялись факты, которые доказывают обратное. Сначала их совместное фото после расставания выложила Даша Пынзарь, а на днях сам Антон спалился, опубликовав снимок, на котором в окне отражается Вика. Также он публикует свежие фото, которые сделаны в спальне Романец. Женя Кузин и Саша Артемова приезжали навестить Митю и поужинали вместе с сестрами-огибаловыми. Многие хвалят Риту за то, что она сумела правильно выстроить отношения с отцом своего сына. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.